Всем привет, с вами Рэйвен и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Ведьмак 3. Какую там книгу надо прочесть? Прочесть книгу под названием Неясная природа проклятий. Неясная природа есть масло льмича с мастинг-клинок. Где масло-то? Не, тут точно такого нету. Так, тут наверное книги, да? Моим дорогим друзьям Филиппу и Ане от графа Ла Гевра, министра культуры и королевства Тимерии, Визима, 1265. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа, направленной против другого. Удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятия на самого себя или на находящиеся поблизости недушевленные предметы. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Веракрус Леон рекомендует как минимум следующее очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и гармонии тела и разума. И это я должен был прочитать. С посвящением барона и его жене. Кажется, у них вы и зиме были высокопоставленные знакомые. Хозяйки леса. Сперва. Боги покинули нас. Сильные мира и сего безразличны к нашей судьбе. Только хозяйки лес смотрят за веленым. В злой час, когда моргол собирают обильную жатву, проси хозяйка о помощи. Если им будет угодно, они снизойдут к просьбам и отвратят злую судьбу. Вот как следует обращаться к хозяйкам. Возьми дитя юное и невинное, отведи их в кривоуховый топе, отыщи алтарь, посвященный хозяйкам, от него идет сладкая тропинка. Отправь дитя по тропинке, и пусть оно идет по сладкому следу прямо к благодетельнице. Ни в чем больше не будет нуждаться этот дитя, ибо хозяйки щедры. Стои перед алтарем, произнеси свою просьбу, и благодетельница услышит ее, ибо они слышат и видят все, что творится в их владениях. И если ты все сделал правильно, просьба твоя будет услышана. Подняться. Так, как маслом намазать мой клинок? Смазать. О, я могу из-за злец. Масла. 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 Продолжение следует... 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 бывает бывает а я это сделал 16 только уровня ничоси и и и и и и и и и Да закройся. Ну да ну скачи что ли ой тупая лошадь какой расстроились стражу блин. Вперед по два. Вперед по два. Так сало у меня есть какая-то там петрушка нужна была и синяя трава. Вперед по два. Что за трава? Вперед по два. 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 а сдохла что-то мудаки да куда ты его заряжаешь он так и будет ли что это тяжелые колеса фургон торговцы теперь можно идти ну да если торговец путешествует по велену в одиночку добром это не кончится человеческое артериальное ничего магического я не чувствую мы с вами красят обе снано южных он вкусом черный сморозе мясо это блин и интересно для какого такого заклинания Взорвался. 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 Вот это трава, да? Волкобой. Взорвался. 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 Две штуки. Все. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расслаблением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями. Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ладно, подожду. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брызь на двойку. Будешь набираться? Ольга, не торопись. Но иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала, почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышью? Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одну большую, на всякий случай. Ну, куда она? Первая, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о золушке? И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сандрилу. От нее осталась одна туфелька. Умоляю, ни слова больше о Ригере. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегусь от этих жутких баллов. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не помню. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Гелине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном спите и обужина? С удовольствием. Лучить заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одна делька. Превратишь тыкву в карету? Не, превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь попривычное. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет как было. Почему бы и нет? Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Гвелла Аклан. Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет их волос. Мне всегда нравились брюнетки. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все, хоть ужин ждет. Последний моет посуду. Нифига она там скачет. Она будет последней. Не хочу посуду мыть. Блин, серьезно что ли? Поздравляю. Поздравляю. Эти субстанции. Да это с корицей, гвозденькой и жареный каплон с шалотом. Ммм, дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да. Не думала, что ты ценитель львин. Думаешь, ведь маки питаются салом из утопсора и запивают его водой из лудок? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок. Давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, три щипанных курочки здесь. И вообще мои финансовые дела скоро пойдут в год. Как, если позволишь спросить? Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно. Так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я издал. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумали меня в дружбросы. И лаборатория. Надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трубки, бумаги. Лабораторию я не уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки. Хотя у Коломницы ужасная репутация. Теперь туда никто и не сунется. Может, ты и беспокоиться не о чем. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья? Ну, не только. Но? Извини. Извини. Есть кое-кто другой. И что с того? Вероль, Вероль, как же ты старомой, Вероль. Может, ты просто приляжешь и посмотришь со мной на звезду? Почему бы и нет? Знаешь, как называется Тон созвездия в Зарикане? Наверняка, как-нибудь с драконом. Нет. У него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эфганин наук. Кейра. Где? Усыпила меня заклинанием. Значит, он что-то задумывал. Башня на колоннице. Так, а по злизости... Ладно. Говорят, женщины севера. Ну, это раз в три месяца. Ай, ну... Горо. Ай, ну... Ай. 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 Если она там всё сжечь хочет, то могла бы и меня вспросить. Приплыли. Свет в верхнем этаже башни. Свет в верхнем этаже башни. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследование прерванной трагической смерти учёных? Александр исследовал чуму Патриона. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарства. Или хотя бы вакцины. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистической. Сильные миры всего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовид. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях сложно. Или ты слишком наивна. Или снова пытаешься меня обмануть. О чём это ты? Родовид хочет одного, победить Эмгера. Лекарство против чумы ему не поможет. Так значит, он либо сожжёт тебя на костре вместе с этими заметками, либо заставит тебя создать новое оружие. Не говори глупостей. Заражение нельзя контролировать. Пока нет. Но теоретически всё возможно, правда? Теоретически? Возможно, скрестить таксу с волковатом. У меня нет времени на дискутеры. Я еду к Родовиду. Нравится тебе это или нет? До твоей совести будут сотни тысяч жизней. Может и так. Но какая разница, примут мильгаарцы смерть от железа или от долбанных бактерий? Никакой. Разница только в том, что чума может выйти из-под контроля, а меч нет. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы Геры. У меня Гейры Мекс, советница короля Кольтеста и члена Ложи Чародеев. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня. Но если я пересек у Конта, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выбор. Поезжай в Каэр Моркен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Эмберни, Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти в Пустыльские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заменки. Хорошо. Забирай их уже и выметайся. Прощай, Герой. Точнее, до свидания. Прощай. Где, блин, масло? Я уж, по-моему, она застряла. Какие волкалы? Боллак и без масла-то одолею. Не прокачиваю ничего. Не прокачиваю ничего. Вот я и потратил. Не прокачиваю ничего. 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 Понятно. Так, надо ближе подплыть. Сберись. Ох. Ладно, проходить дальше будем уже в следующей серии. А пока, всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok